Привет всем! Привет всем! Шелом! Сэр Влади здесь! Здесь Сэр Влади и сейчас мы вам покажем представление. Не уходите, оставайтесь здесь. Наверное, вы узнаете кое-что услышите. Интересное, возможно, новое. Я постараюсь с вами поделиться очень полезной и интересной информацией. Итак, начинаем наш субботний выпуск. Вот сейчас вот здесь у нас на протяжении всего выпуска гореть. Здесь у меня рабочий стол не большой внимания. Вот, это я нашел прикольные штучки. Потом расскажу, что и как, почему. Вот, а сейчас поправим немножко здесь. Направим здесь, поправим здесь. Так, вот. Для зрителей, для тех, кто будет смотреть на меня на канале, вот здесь камера и там сейчас для прямого эфира. Я напомню только лишь... Напомню лишь тему нашего выпуска. Тема у нас сегодня, как известно, шабад шалом. А абсент. Готовим абсент. Также глупники Коминтерна или питерская быдла. Кто сильнее, кто победим. Я вижу, что много сейчас началось интересных трансляций. При этом не смею даже надеяться, что соберу огромное количество там просмотров. Или как-то там еще типа хайпанул на этом всем деле. Но не суть. Я просто сегодня решил посвятить время вам и моим зрителям, дорогим подписчикам. И научить вас, кто еще не умеет готовить абсент. Потому что абсент сегодня является спонсором нашего выпуска. Я надеюсь, видно вот эту интересную гремучую смесь. Я не знаю, как там по законодательству в России, запрещено оно или нет. Запрещен этот напиток или нет. Вот. Для зрителей прямого эфира смотрите, кто является спонсором нашего выпуска сегодня. Но, честно говоря, спонсором выпуска это такое условно достаточно название. Потому что просто как... Я надеюсь, что в ближайшем времени эта марка, этот бренд станет спонсором нашего выпуска. А пока это просто на общественных началах. Но, тем не менее, я хочу вот вам представить, смотрите, что у меня есть. Во-первых, это бутылка. С ней вместе шла идет вот такая ложечка специально для абсента. Смотрите, она очень шикарная. И здесь даже тоже внутри нее такой глаз, видите, нарисован. Вот здесь, ну как бы не нарисован, а выдавлен, выгравирован. Так, смотрите, сам не знаю, как отсвечивать, не отсвечивает вам. Так, покажу еще на эту камеру ближе и сюда. Видите, да, такой вот глаз просто. Ну, прям как такой масонский на бутылке. Видите, тоже очень интересная такая мистическая тема такая, я бы сказал. Вот, и поэтому... Давайте начнем. Давайте начнем. И вот такой у меня еще есть такой черный-черный браун шугар. Видите, вот он вообще такой вот коричневый. Коричневый-коричневый в свете этих софитов, скажем так. Он не таким, кажется, темным-коричневым, но у нас, по сути, он очень-очень даже коричневый такой. Видите, вот такой. Итак, плавно перейдем к делу. Итак, возьмем немножечко, нальем в стаканчик этого чудесного напитка. Видите, он зеленого-зеленого-зеленого цвета. Вот, совершенно немножко его осталось уже, в общем-то. Я решил провести такое... Это руки не дрожат, не волнуйтесь. Это просто вот... Ну, пускай будет вот так, да. Сверху нам нужно еще покрыть будет сахарком. Ну, давайте вот так, прям правильную лезу соблюдем. Так. Поставим, поставим его на стол. Пока что. Вот. Кстати, у нас еще есть под абсент. У нас есть еще кальян. Здесь, на заднем плане, он уже раскурен. Так что, вот, полный ход. Можно... Видите, очень много густой густой дым. То есть, атмосфера у нас, то есть, та самая атмосфера. Поэтому саживайтесь поудобнее, господа, кто хочет расслабиться, релаксануть и посмотреть это все в полной мере. в наше пиратское шоу. Все, Влади, спешил for you. Please put like and subscribe. В общем, подпишись и поставь лайк, братуха. Шикарно, не правда ли? Поэтому давайте расслабимся и будем так не спеша. Покуривая колен, кстати, это со вкусом grape, со вкусом винограда зеленого и мяты. Вот такой тоже у нас, если не знаю, видно, не видно. На эту камеру. Вот так. И на эту. Такой вот grape у нас. Видите? Вот. Ну, такая. В общем, реклама. Реклама. Я думаю, что эти компании должны заплатить деньги большие за это. Но не суть. Абсолютно мягкий вкус, который даже не ощущается. Это вот даже не сравнитесь с какими гадостными вонючими сигаретами, которые я ненавижу, кстати говоря. Ну, вот это так. В общем и целом, джинемый. Так, давайте, поехали дальше. Так, не будем злоупотреблять, в общем, это дело. Это так нам просто. На затравочку. Итак, берем в одну руку вот этот абсцент. Вот эту зеленую-зеленую жидкость. Видите? Тоже сюда покажу. На эту камеру. Абсолютно такой вот он. Зеленый. Видите? Life is an illusion. Как было написано на одной рекламе. Видите? Даже вот. Вот is reality who knows. Никто не знает, что такое реальность. Жизнь это просто сплошная иллюзия. Как мы видим. Как мы иногда убеждаемся. Не правда ли? Особенно последнее. Последнее время. Скажем так. Вот так. Вот такой ложечкой волшебный. Видите? Самое-самое. Вау. Смотрите. А-а-а. 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 И так. Прихожи, знаете, на детскую такой совочек, который в песочнице, знаете, копались, 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 и докопались там до чего-то. Докопались. Вот. Какое же все-таки слово с емкость, с разными значениями и смыслами. Не правда ли? Так. Берем. Сахарницу нашу. И такой малюсенький. Берем кусочек. Достаточно небольшой. Желательно, если у вас есть рафинад, кусковой сахар это лучше. Но если у вас нет, у меня сейчас за неимением, я пользуюсь вот этим. Но он такой, вот видите, он так, может сгруппироваться таким образом. Видите, да? Вот. И представлять собой единую массу. Мы берем сейчас, секунду, все постепенно. Мы берем вот этот кусочек. Сейчас даже приближу зумом специального. Далеко не тянутся. Так вот. Мы берем и, допустим, кладем вот сюда. Так. Желательно, чтобы вот этот сахар был по центру. Кусочек сахар был по центру. Прямо по центру этого глаза, так на самом деле. Специально так обозначено. Да? Кладем его сюда. Сейчас. Секундочку. Раз. Берем вот эту еще бутылочку. Если у вас есть пипетка, лучше пользоваться пипеткой или дозатором. Если нет, то ладно, и так сойдет. По-пиратски. Смотрите. Теперь капелюшечку вот эти все остатки, которые сладкие, мы капаем на этот сахар. Примерно. Ну, так слегка его увлажним. Вот этим самым абсцентом. Так, видите. Все. Мы его увлажнили. Достаточно. А теперь просто. Смотрите. Еще раз больше зон. Трешка. Так. Берем просто зажигалочку. Вот. Вот такое у меня. И. Вуаля. Вуаля. Видите, как горит. Горит сахар. Я рекомендую вам приготовить воду. Желательно газированную. Смотрите. Сахар горит. Надеюсь, что стакан не лопнет. У меня есть вот газированная вода. Какое-то время он горит и падает туда стекает. Сахар. Так. Мы еще берем вот так вот и поджигаем его здесь внутри. Вот этот внутренний. Поджигаем. Он поджегся. Похоже, не совсем поджегся. Ладно. Давайте еще раз повторим. Опыт. Химический. Считайте, дети, что это урок химии сегодня у вас. Так. Давайте еще раз. Макнем сюда. Он загорелся. В общем, такой вот небольшой опыт. Химический опыт, да? Во. Во. Ну, сейчас он загорелся. Опять. Так. Скажу вам ближе. По-моему, даже загорелся. Или нет? Все там внутри не загорелось. Так. Должно загорелся, в общем, внутри. Сейчас покажу. О. Кажется, горит. Сейчас. Так много света, что я даже не могу увидеть точно. Горит он или нет? Так. Что-то он не хочет, короче, горит у нас. Так. Поджигаем. Короче, вот так. Внутри его поджигаем просто. О. Он должен гореть у нас внутри. Ложка. Видите? Видите? Горит. 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 Видите? О. Внутри, кажется, горит. Немножко. О. Сейчас поджегся. В общем, когда сахар прогорит, его нужно... О. Дяд. Горячо-горячо-горячо. Тушить там. И вот так вот сверху поливаем. Поливаем вот этой водичкой. Наш стакан не лопнул у вас внутри. Не лопнул в руках. Разница температур. Нужно потихонечку поливать его водой. Некоторые накрывают его какой-то тканью или бумагой, салфеткой, чтобы потушить огонь. Таким образом перекрыть ему кислород, грубо говоря. И получается у нас вот такой напиток, как лимонад. И размешиваем все с сахаром. Я просто хочу немножко слабенькие пропорции. Потому что все-таки 70 градусов, здесь или 68. Как-то так вот. Разные всем бывает. Вот у нас получился вот такой шикарный напиток. Сейчас мы его пробуем. Снимаем пробу и я вам скажу, как он на вкус. Какой он на вкус. Нужно размешать. Хотя на самом деле по правилам не размешивается. вроде бы этой ложкой. Во, божественно. Ставь лайк, если я брат в жизни пробовал Апцент или хочешь его попробовать. Так. Очень шикарная жидкость, я могу сказать. И вот такая волшебная, я бы даже сказал. И вот именно с ней сегодня мы проведем этот выпуск. Градусы, естественно, немножко понизились за счет этой воды. Вот. Но за счет активации сахара огнем происходит определенная химическая реакция с алкоголем. И алкоголь, смешанный с сахаром, немножко с водой, он определенным образом действует на ваш мозг. Вот. Поэтому держитесь, друзья мои. В общем, какая... Если меня понесет вдруг или если вас понесет, поймите, что это... Это может быть чревато. Но мы будем стараться, значит, быть в рамках приличия. Тем не менее, мы заварили вот этот хороший Апцент. Вы заварите, завариваете все, что там есть у вас угодно. И мы понесемся сейчас. Так. Сниму этот шарфик. Это, конечно... Кто спросит меня, почему в этом шарфике, это подарок моей мамы. Что такое шейный платок, я бы сказал даже так вот. В общем, по-пиратски я могу его одеть спокойно и с вами общаться. Я думаю, что никто не скажет, о, что ты оделся, чисто шутелка там. Вот как-то так. Не надо, не надо таких мне примазать, примазывать. В общем, дело в том, что вообще, если мы эту тему будем поднимать и обсуждать... Ой, очень много времени у нас уйдет. Так, не знаю, работает ли еще вот эта камера. Все, давайте ее включим. Ну, давай, все, кажется, поехало там что-то, да? Хорошо. Если там есть память, она будет писать. Если нет, значит, не будет. Потом, если что, вставлю сюда. А если нет, то на другую камеру будем, короче, писать. В общем, друзья мои, шабашу ломся. Ммм, давайте я с вами чокнусь. О-е-е-е. И да, с вами. С этими зрителями и с этими. Забываю там чуть-чуть, что два разных уровня контента у меня. Это будет потом загружено. А вот это как раз идет сейчас тут в прямом, в самом прямом эфире. Так что всем привет зрителям прямого эфира. Сергей Владимирович, специально для вас. Меню эксклюзивное, как готовить дома абсент. Знаете, можно такую домашнюю передачу. Готовим абсент в домашних условиях. Ну, вернее, он уже приготовлен, нам стоит такой коктейльчик размешать. Можно сюда еще только лимон или апельсин, чего кто хочет. Ну, я сейчас просто не хочу заморачиваться, на кухню бегать и так далее и тому подобное. Можно, но не хочу. Ну, в общем, здраво будем. Кусочки сахара попадаются, но это ничего. Так, о чем бишь мы хотели вообще поговорить сегодня? Давайте начнем с этого. Определимся и потихонечку будем вести разговор наш. Открыто, откровенно и, в общем, невзирая на личности, занимаясь, скажем так, плюрализмом. Ну, сейчас, одну секундочку, что мне захотелось. Ох, надеюсь, это никакой не вирус. Вот, да, кстати, почему я решил провести вот рекламу вот этого напитка и вам, так сказать, порекомендовать его, как его употреблять, как его готовить. Это именно хороший антисептик и хороший вот, хороший, как он называется, господи, детерсиву, не детерсиву, забыл уже. Дезинфектор, вот. Так что давайте. Всем лехайм, лехайм, шаббат шалом и так далее и тому подобное. И вот мы будем... Я реально как вот такой масон, смотрите, видите, у меня есть и эта вот лопатка с глазом и т.д. и т.п. Сейчас люди там будут открещиваться, отписываться. О, салют, видите, на чих мне потянуло. Ну, это от этого благовония. Это я такой, знаете, типа отмазываюсь, да ладно, все, короче. На самом-то деле, на самом-то деле, друзья мои, я хочу сказать, что... Смотрите, что-то аж похолодало. Может сильно этот шарфик накинул на себя все-таки. Вот. Плечи закрою, вот тут, знаете, будут соблазнять разных, разных индивидуумов и традиционных ориентаций там, да. Вот. И у нас здесь есть шиша, кальян, наргеле, как хотите, так и называйте, поэтому... Вот так, в одной руке абсент, вернее, его напиток, скажем так, эквивалент, в другой руке шиша, кальян, наргеле. Там видно заднему ряду на галерке или нет? Что это не наркотик, это разрешенные препараты. Оба, кстати. Вот. Вообще, конечно, жить сегодня в таком цензурированном мире, где-то не могут дать расслабиться и высказать свободно свою точку зрения, свое мнение, это, конечно, очень сложно. Поэтому, анализируя, знаете, наши сегодняшние события, я прихожу к такому выводу, что сегодня вот эта мировая, скажем так, элита, это отброски Коминтерна. Это, я их называю гопниками Коминтерна, потому что Ленин, который и его соратники с товарищей большевики, которые мечтали о всемирной революции, вот они сегодня могут быть счастливы, сегодня они могут быть действительно, как говорится, get satisfaction, да? Ссатисфакции, хочу ссатисфакции, удовлетворения, как пел Мик Джаггер, с которым у нас была встреча такая спонтанная, внезапная, два года назад, в 2019 году, на кинофестивале в Венеции, если что, посмотрите предыдущее видео, загруженное на моем канале, буквально вчера утром, сегодня утром, вернее, я загрузил, в пятницу, вот, и... Ну, там есть отрывки, и еще раньше были там музыкальные видео, в которые я вставил, там, Мик Джаггер, такой, типа, хааа, рок-н-ролл, там, знаете, все такое. В общем, да, Sex, Drugs and Rock and Draw, как говорил мне один немецкий друг, юный друг, который атаковал мою палатку, поставленную в кемпинге Марина де Венеция, в Венеции, собственно говоря, и... Ну, ну что, у меня такие были длинные волосы, в общем-то, они сейчас, не короткие, там, да, вот, если кто-то может видеть, но тогда были вообще такие, вообще, блядь, пиздец. Что называется. И вот он меня, значит, такую тему протележивал, и я тогда уже понимал, что что-то не то, а это было 10 лет назад практически. То есть я 20 лет живу за границей, не на своей территории, не в своей стране, поэтому изменения, которые меня постигли, многие видят, наверное, для тех людей, которые меня знают близко, они станут таким уж совсем жутчайшим, жесточайшим откровением. Но для многих, для многих тех, кто меня не знает хорошо, конечно же, мой образ, мои взгляды на жизнь, мое видение для многих шоком станут. Поэтому это, наверное, шок-контент, который вы будете смотреть или смотрите, и так далее. Ну, в общем, давайте вздрогнем еще раз. Я вам хочу сказать, друзья мои, что? Что? Вообще, я всю жизнь свою борюсь со штампами, стереотипами и так далее. Ну, как борюсь? Как борюсь? Что значит борюсь? Ну, по сути, просто борюсь, потому что система давит на меня все время, давила с детского сада, с самого-самого. А я, естественно, посылал на три веселых буквы в пешее эротическое путешествие, как сегодня принято говорить, всю эту систему и всю эту херенную тень. Ну, и пытаюсь посылать ее прямо сейчас, насколько это возможно. Но система больше и больше на меня давит. Вся эта шума, херня, cancel cultures, все это. Слушайте, заблокирует, продолжительно блокирует, смотрите, начинает заговаривать, действует абсент под парами этого шиши. Тальяна. Ника, а шиши, а шиши. Блокирует мое YouTube-видео постоянно. Гоги дзядзи пудзи. Гоги дзядзи пудзи. Это корейский алфавит. Корейский алфавит. Переходите по ссылочке, я вам оставлю здесь под видео, где можно найти это видео. Оно у меня на странице ВКонтакте, потому что... Или на Рутюбе еще загружу. Потому что YouTube его блокирует. Вы посмотрите, вот до чего догадились. Запад, западные ресурсы, YouTube... Причем без всяких объяснений. Я пытаюсь... Я подаю апелляцию и пытаюсь спросить у господ. Пожалуйста, Серж Брин или Ларри Пейдж или госпожа Войчистки, объясните мне, или став, который работает, в чем проблема этого видео, в чем? Там... В названии Dick Balls & Pussy. Так там ведь... Так везде посмотрите, сколько видео выскакивает под этим названием Dick Balls & Pussy. В самом видео нет ни Dick, ни Dick, ни Болс, ни Пусси. Нету ни хуя, ни пизды, ни яиц. Это просто такая вот, ну вот скажем так... Что на мой компьютер? Метафорическая тема о пародии на вот эти видео, которые мы везде видим от Леди Гага, еще и все, опять десятый. Но если... То есть реклама, где везде фаллические символы, где везде сексуальный подтекст, где везде и всюду. То есть это видео пародия, я уже тысячу раз объяснял господам. Они на всех моих каналах это видео блокируют. И забанили основной мой канал, Серж Влади... Серж ЧВ, извините. Это что такое, это демократия что ли такая? Это новая форма такой шизофрении, шизофренической демократии. Нюрнбергский процесс, давайте поговорим об этом, отменил нумерацию людей, присвоение людям каких-то номеров. Сейчас смотрите, что происходит во всем мире, ну и во всем случае в России дают эти бар-коды, штрих-коды на людей, ставят эти метки. И это к чему и зачем так кошмарят людей? Понятно же, что это не то. В смысле, так неправильно делать, так не нужно делать. Так всем плевать на нюрнбергский процесс сегодня. Все так, понимаете, обстоит ситуация, выглядит ситуация именно так. История циклична. История циклична, я всегда это говорю. И вот, когда были там эпидемии, войны в 20-х, 30-х,